Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Смотрите в этом выпуске. Не собираются сдаваться. Жители Павловского района устроили митинг против мусороперерабатывающего завода. Отсчитывая дни, стало известно, когда запустят движение общественного транспорта по мосту на новом рынке. Между небом и землей пассажиры рейса Барново-Москва провели весь день в аэропорту, что могло стать причиной задержки самолета. Больше 600 человек собралось на митинге против создания мусороперерабатывающего комплекса у Павловска. Акция прошла мирно, но были проблемы с ее организацией. Из-за чего мог отмениться митинг и как местные жители будут дальше продвигать свою позицию, смотрите в материале Данила Кузнецова. Стадион «Юность» в Павловске в эти выходные стал точкой притяжения жителей и правоохранителей со всего района. Однако никаких спортивных мероприятий здесь не проходило. Только митинг против создания мусороперерабатывающего комплекса вблизи райцентра. Организация подобного – не политическая акция. Изначально акция могла сорваться из-за последствий недавнего урагана. Однако местные депутаты считают, что это была лишь удобная отговорка. Ну вот за нами находится здание основной трибуны стадиона, то есть проходил ураганный ветер и сорвало кровлю. Ну как мы видим, то есть территория стадиона огромная, соответственно препятствий никаких нет. А там было именно предписание, что нельзя или нежелательно? Нет, когда вот я обращался о проведении встречи моих как депутатов в форме собрания, то есть мне отказали именно на этом основании. И все же митинг состоялся. По подсчетам полиции на него пришло примерно 650 неравнодушных жителей. Хотя по закону в гайдпарке может собираться до 100 человек. Поэтому организатора ждет административный штраф. Павловск – это самый чистейший был район. И нам обидно, что именно в нашем районе, в Павловске, хотят сделать мусороперерабатывающий комбинат, который не принесет никому, людям добра. Жила наверху, там эти запахи доставали. Представляете, если форточку не вовремя закрыл вечером, ночью, значит ты будешь выдыхивать весь этот, я не знаю, как его назвать, смрад. Мы неизвестно чем дышим. А представьте, это всего лишь вот то, что у нас уже сейчас имеется. В ходе митинга волонтеры собирали подписи, которые вскоре направят к губернатору. Также была единогласно принята резолюция, в которой 10 пунктов. Положения в бумаге коснулись не только отчетности депутатов и приостановки действий касательно создания комплекса. Были серьезно затронуты вопросы земли и экспертизы. Спасибо вам, дорогие павловчане, что вы так неравнодушны. Если мы будем вместе, мы победим. Теперь слово остается за местными депутатами. Если большинство проголосует за переведение земли в другую категорию использования, то сложности для постройки комплекса практически не будет, считает политолог Константин Лукин. Тем более, рычаги давления есть. Ну, различные предложения. Давай, ты за нас проголосуешь здесь, мы тебе сделаем на твоем участке чего-то, на твоем округе. Ты мне, я тебе. Это все в рамках перераспределения, будь бюджетом, например. Если митинг не поможет, местные депутаты намерены идти дальше и создавать референдум. До осуществления этого плана активисты в Алтайском крае ни разу не доходили. Из-за проблем с документацией, утверждают эксперты. Однако, попытка не пытка. Нет мусорному заводу! Нет мусорному заводу! Нет мусорному заводу! Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Сразу несколько крупных аварий произошло в крае в минувшие выходные. Одно из массовых ДТП случилось на трассе Барнаул-Биск в Зональном районе. Два человека погибли. Утром 26 ноября автомобиль ГАЗ-НЕКСТ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем и автомобилем Шкода. Впоследствии грузовик загорелся, его водитель скончался на месте. Позже стало известно, что вторым погибшим стал водитель ГАЗа. Еще одна массовая авария произошла в Барнауле на старом мосту через Обь. Пока неизвестна причина аварии. Некоторые очевидцы уверены, что одна из машин была на летней резине, другие это отрицают. Информации о пострадавших нет. Из-за ДТП движение было заблокировано в обе стороны. А на улице Ползунова в выходные наблюдали автомобиль, лежащий на боку рядом с трамвайными путями. На месте работали полиция, сотрудники МЧС, скорая. О пострадавших не сообщается, но по отзывам очевидцев водитель все же получил травмы. Утренний авиарейс аэрофлота Барнаул-Москва задержали более чем на 8 часов. Известно, что вылет должен был состояться утром, однако из-за технических причин его перенесли на вечер. Как сообщает Барнаульская транспортная прокуратура, вылет состоится в 20 часов. Также в СМИ сообщают о том, что авиарейс задержали из-за неисправности самолета. Ситуацию на свой контроль взяла транспортная прокуратура. Общественный транспорт через мост на новом рынке пустят лишь в декабре. На маршруте он появится первого числа, в отличие от личных автомобилей, которые смогут пользоваться путепроводом, начиная с обеда 30 ноября. Как утверждают в администрации города, подобное решение необходимо, чтобы плавно и без перебоев изменить схему общественного транспорта. Также с 1 декабря возобновляется привычная работа первого и четвертого трамвая. А вот 99-й автобус ходить больше не будет. В ближайших выпусках мы подробно расскажем о том, что будет с пересадочными тарифами и останутся ли в городе выделенки для общественного транспорта. А пока к другой теме. По итогу обследования половины пропшеницы сельхозпроизводителей края, 20% зерна этой культуры непродовольственные. Это значит, их качество не дотягивает до того, чтобы пойти в переработку. Для сравнения, год назад этот показатель равнялся 2%. На такой результат повлияли погодные условия, которые в этом году не щадят аграриев. И хотя большую часть урожая в крае уже собрали, уборочная официально не прекращена. Как погода отразилась на урожайности и экспорте сырья, расскажем далее. Ячмень не обмолочен, лежит. В Алтайском крае все еще идет уборочная кампания. И хотя большинство культур уже не в полях, добраться до подсолнечника из-за постоянных скачков температуры из минусов плюс не получается и сегодня. Качество зерен портится. В региональном центре оценки качества зерна на сегодняшний день обследовали 20 тысяч проб зерновых. Масличных культур, в том числе почти половину пшеницы. Высокое качество последнее отмечают в Первомайском, Зональном, Кытмановском районах. Но признают, что в этом году фуража, то есть непродовольственной пшеницы, будет больше. Это произошло ввиду того, что, конечно же, были дожди. И всего наши сельхозтоваропроизводители 5 рабочих дней убирали, например, в сентябре. А это основной период, когда убирают нашу алтайскую пшеницу. В прошлом году на эту дату нами было зафиксировано всего 2% непродовольственного зерна, в этом году – 20%. Но в целом эксперты довольны качеством культур. Хорошие показатели у сои, рапса и гречихи. По словам переработчика Евгения Помещикова, урожайность гречихи в этом году даже выше, чем в прошлом. Покупать ее начали с сентября. Тогда ее цена достигала 45-47 тысяч за тонну. Сейчас – 31 тысяча. Говорит, контролировать стоимость сложно, так как данных по урожаю этого года нет. И крупные игроки в последние экстремальные годы сменили тактику продаж. Раньше было быстрее продать, быстрее кредиты загасить. Сейчас уже крупные фермерские хозяйства и холдинги, они от этого ушли. Они тоже могут гречиху хранить и год, и два. Я знаю таких людей. Они ждут хорошую цены. Они могут себе позволить ее похоронить. От перенасыщения рынок спасет экспорт. По словам Евгения, гречневую крупу активно покупают Азербайджан, Узбекистан, Беларусь. С сырьем культуры из Алтайского края уезжают в 48 стран, сообщили в Центре оценки качества зерна. В этом году несколько месяцев лидером по экспорту алтайского зерна был Китай. На него делают большую ставку, так как недавно наше сырье приняли в Забайкальском зерновом терминале, где его перегружают в китайские вагоны. Добавим, что Алтайский край – лидер по экспорту продукции среди сибирских регионов. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. С нового года на 10% вырастут цены на сыромолочную продукцию. Аналитики рынка связывают неутешительные прогнозы с дорожающей логистикой и издержками производства. Цены на полках вырастут уже в январе 2024 года. Если год назад твердые и полутвердые сыры, среди которых наиболее популярные – российские, гауда, голландские – стоили около 700 рублей, то в этом уже 800. В следующем году сыры подорожают еще сильнее. За килограмм бюджетных сортов придется заплатить 900 рублей. А что касается деликатесных сортов – пармезан, камамбер – цена на них превысит 2000 рублей. По словам экспертов, рост в 10% далеко не предел. К середине года цены на молочную продукцию могут взлететь на 15%. Сложно ли медведю перебинтовывать лапу? Барнаульские школьники попробовали на себе профессию ветеринара в аграрном университете. Является ли такая работа востребованной у современных подростков? И сложно ли сегодня сделать профессиональный выбор сознательно? Узнавала Дарья Ярошина. Попал этот медведь в капкан или слег от охотничьей пули – неизвестно. Сейчас косолапому накладывают повязку на рану. В роли ветеринарных фельдшеров – барнаульские школьники. Сегодня в аграрном университете они попытаются понять, нравится ли им спасать животных. Как накладывать повязку или компресс? Как правильно зашить рану на теле животного? Этому детей учат преподаватели и студенты университета. Они могут увидеть, что такое, какие еще могут быть профессии. И вдруг их что-то заинтересует. Не то, что они уже видели, знают, а узнают что-то новое. И вдруг они захотят поступить именно к нам. Нет вообще идеи. Куда поступать, наверное, будут спрашивать у родителей совета. Наверное, хочу в каком-нибудь университет барнаульский. Действительно серьезный вопрос – вуз или СПО? Программы среднего профессионального образования короче, зато практики во время учебы гораздо больше. При этом с высшим, где глубже теоретическая подготовка, можно сразу претендовать на руководящую должность. Ну, сейчас, конечно, больше СПО, потому что это причина не в том, что им нравится СПО, а потому что многие не хотят идти с 10-11 класс. И все понимают, многие уже в школе понимают, что им хочется быстрее зарабатывать. С первого курса они уже работают на производстве. А уже студенты 3-4-х выпускных, они уже полноценные работники производства. Поэтому, когда есть практическая часть, то качество подготовки специалистов намного выше. Аграрный университет участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» уже второй год. И уже проводил такие пробы по всем направлениям СПО, на которые набирает абитуриентов. Хочется верить, если попробовать профессию на зубок еще в школе и выбрать сознательно, то учиться в вузе или колледже несколько лет не будет в тягость. Хотя сейчас и сроки обучения становятся все короче. Это стало возможным благодаря проекту «Профессионалитет». Уже 70% времени студенты находятся на предприятиях, которые предполагают, они дальше будут трудоустраиваться. Поэтому это дает нам возможность сократить срок обучения до полутора лет. Напомним, «Билет в будущее» – программа, которая помогает школьникам с 6 по 11 класс попробовать себя в работе до того, как перед выбором их поставят в систему образования. Ведь если выбирать профессию, то не лучшую из лучших, а свою. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ко Дню Матери в Барнауле прошел конкурс для семей, которые нуждаются в поддержке многодетных или тех, где воспитывают ребенка с особенностями здоровья. Женщины публиковали фото семейного отдыха и досуга с детьми. Самых лучших порадовали подарками ко Дню Матери. Победительницы делятся впечатлениями. Сегодня Анна с удовольствием кокетничает на камеру. В конкурсе среди мам она сделала одни из лучших фотографий со своим ребенком, за которые потом голосовали люди в интернете. Все друзья, знакомые и просто неравнодушные. Мама ребенка с особенностями здоровья способна на многое. И сама Аня признается, что участвовала не только ради азарта. Мамочки особых деток – это, наверное, такая команда, которая позвони любой маме, она тебя выслушает, поговорит с тобой, поддержит, поможет. Даже Александре позвонить в «Добро хорошо» и сказать, что «Блин, Саша, у меня проблемы, продукты или еще что-то необходимы». Всегда помогут, никогда не откажут. Это очень классно осознавать, что есть такая организация, которая поддерживает семьи, которые находятся в тяжелом положении, и мам, которые воспитывают детей-инвалидов. «Добро хорошо» помогает разным семьям. Организует обмен одеждой для нуждающихся, собирают благотворительные ярмарки, проводят с детьми продленку, чтобы дать маме время передохнуть хотя бы пару часов. С октября здесь открылся инклюзивный ремесленный центр для детей с УВЗ, а этот конкурс был посвящен Дню матери. За две недели из 40 участниц определились 9 победителей. По группам полетело, и голосующие люди были не только в Барнауле, Питер, Москва, Махачкала. То есть я следила за страницей, активность, там же все это отражается. И думаю, ничего себе, вот это у нас забределы, получается, Алтайского края вообще вышел конкурс. Насколько наши мамы имеют большую широкую фантазию, то есть как они отдыхают со своими детьми. Несмотря на их ограничения в здоровье, наши мамы ходят с ними в музеи, ездят отдыхать, ездят на курорты, в санатории. Это очень сложно. То есть это не просто ты взял ребенка за руку и пошел. Многие дети на колясках, но они в этот момент наслаждаются и наполняются еще больше и больше любовью. Победительницы получили подарки. Наборы косметики, сертификаты на макияж и прочие женские мелочи, которые позволяет себе не каждая. Порой мама для ребенка становится и няней, и учительницей, и врачом. Все, что мы, дети, можем сделать в ответ, поблагодарить. И не только раз в год. На праздник. Дарья Ирошина, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Баскетбольный клуб Бурнаул и хоккейная команда Динамо Алтай сыграли очередные матчи в своих чемпионатах. И так сложилось, что игры были против явных фаворитов. О том, как алтайские команды противостояли сильным соперникам, расскажет Дмитрий Дроздов. Субботний вечер для любителей баскетбола был нервным. В столицу региона пожаловала команда лидер Суперлиги. Подмосковные химки идут на первом месте в турнирной таблице. Из 11 игр всего одно поражение. Несмотря на это, шансы у хозяев зацепить игру были, если полностью отдаваться на площадке и следовать быстрому стилю игры, которые в этом сезоне исповедует молодая команда Александра Герасимова. Три четверти показали, что мы можем достойно играть и выигрывать сильного соперника по ростеру. Мы очень сильно отстаем, но меня это не волнует. Меня волнует, почему некоторые игроки не выполняли требования. Это расстраивает, это значит, опять же, я не могу добиваться того, чего нужно. Это вопросы ко мне, будем над этим работать. Две четверти Варнаул забрал под свой контроль 22-14 и 23-22. Однако удержать победный стиль игры не удалось. Лидеры чемпионата взялись за дело. Вдобавок сказался и опыт подмосковной команды. 14-18 и 9-26. Химки выиграли оставшиеся четверти. Установив окончательный счет на табло 68-80, Барнаул достойно уступает лидеру. До четвертой четверти все было, в принципе, по нашему плану. Четвертые провалились, не сыграли в толком нападении, в защите дали забить легкие очки, там прозевали какие-то моменты и, в принципе, это определило весь исход игры. С паркета переходим на лед. Хоккейный клуб «Динамалтай» продолжает свое участие в чемпионате ВХЛ и пытается попасть в число команд, которые будут играть в плей-офф. В регулярном чемпионате в Варнауле сыграли против московской звезды в гостях. Счет на табло удивил многих. Он был не хоккейным. Москвичи забросили единственную шайбу и та оказалась победной. Почему не удалось забить? Острее нужно играть в атаке, чего нам такой свежести физически где-то не хватило, чтобы именно туда идти, острее играть, создавать моменты, идти на пятак, бороться. Какой-то вот такой черновой работы не хватило на пятаке соперника, поэтому и не получилось у нас забить гол. Следующий матч «Динамалтай» проведет сегодня, 27 ноября, в Тюмени с Рубином. Дмитрий Дроздов, день с толком. Дмитрий Дроздов, день с толком.